Здравствуйте! О самых значимых событиях недели вам расскажу я, Мехребан Гасумвы, и мои коллеги-журналисты телеканала CBC. Коронавирус – это проблема, к сожалению, по-прежнему остается актуальной во всем мире, в том числе и в нашей стране. Каковы данные на сегодня в нашем следующем материале? Согласно последним данным оперативного штаба при Кабинете министров, в Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 человека вылечились, один скончался. На сегодняшний день в стране общее количество зараженных достигло 1398, 712 человек вылечились, 19 скончались, 667 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных – стабильно. Социально-экономические показатели первого квартала этого года – коронавирус, армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт, достигнутые Азербайджаном результаты в целом и новые поручения правительству. Все это на совещании под председательством главы государства. Ильхам Алиев подчеркнул – прогресс есть, но сейчас в условиях борьбы с пандемией коронавируса даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами. Показатели начала 2020 года позволяют сказать, что продолжение реформ в Азербайджане приводит к хорошим результатам. Об этом на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала этого года, сказал президент Ильхам Алиев. По его словам, в январе-феврале экономические и социальные показатели были очень позитивными, но в марте мы пережили определённый спад, отметил глава государства. И это естественно, так как коронавирус является большой бедой для всего мира и большой проблемой для мировой экономики. Если взять в целом три месяца года, то можно увидеть, что всё равно есть развитие, прогресс. Но каждый должен знать, что сегодня мир вступил в новый этап, и даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами. Коронавирус – это большая беда, положившая конец жизни более 100 тысяч человек. Можно сказать, все страны мира испытывают проблемы, связанные с коронавирусом. Азербайджан тоже является частью мира. Однако могу сказать, что в результате превентивных мер и продуманной политики мы сохраняем ситуацию под контролем. Ильхам Алиев продолжил. Опыт самых развитых стран показывает, что ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной. Все наши шаги взвешены. Не случайно несколько стран, воспользовавшись нашим опытом, предпринимают аналогичные действия, подчеркнул глава Азербайджанской республики. Все мы, конечно, хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, и граждане вернулись к нормальной жизни. Но ещё раз хочу сказать, что главное для нас – здоровье граждан, жизнь людей. Однако, ещё раз хочу сказать, что никому не известно, когда закончится пандемия коронавируса, никто не может дать прогноз. Поэтому мы просто должны держать под полным контролем ситуацию в стране, проводить мониторинг, и мы его проводим. В то же время, внимательно отслеживая происходящее в мире процессы, мы должны полностью убедиться в том, что пандемия коронавируса уже не представляет угрозы. Считаю, что только после этого можно предпринять смягчающие действия. Что касается негативного воздействия пандемии на экономику страны, то, по словам президента, это тоже неизбежно. Ведущие международные финансовые структуры уже отмечают, что кризис, который может возникнуть и возникает в связи с пандемией, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство Международного валютного фонда. Более 150 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Азербайджана в этом списке нет. Ильхам Алиев поручил правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики, пересмотреть государственные расходы, сократить неприоритетные расходы и изыскать новые источники дохода. В продолжении темы в Азербайджане продолжается особый карантинный режим, и его необходимо продлить. Это будет верным шагом, сказал Ильхам Алиев. Он отметил, что несмотря на то, что ситуация в стране под контролем, нужно предпринять дальнейшие меры. Глава государства дал поручение продолжить выплаты малообеспеченным слоям населения и увеличить их число с 200 тысяч человек, как планировалось изначально, до 600. Тем самым они в апреле-май в течение двух месяцев получат от государства 190 монатов в месяц. Для получения второй выплаты необходимо открыть банковский счет, подчеркнул президент. Между тем в Баку проходит масштабная дезинфекция. И это еще не все принятые меры. Как сейчас обстоит ситуация в городе, расскажут мои коллеги. COVID-19, повестка дня. Это очевидно, что данная инфекция является чрезвычайно опасной. Наша задача помочь врачам победить в этом бою и не подвергать опасности их жизни, нашей и жизни наших близких. Наше оружие очень простое. Самоизоляция, гигиена и дистанцирование. В Азербайджане усиливаются ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом, которые также охватывают общественный транспорт. Теперь в столице можно заказать такси, которое оборудовано специальной защитной пленкой, чтобы обезопасить как пассажира, так и водителя. Сейчас мы с вами это проверим. Помимо защитной пленки, для пассажиров такси также предусмотрены средства гигиены и дезинфекции. Из-за опасения заразиться коронавирусом многие граждане Азербайджана предпочли отказаться от походов в магазин и заказывать продукты через интернет. Здравствуйте, Аида Хан. Вас беспокоит из Браво касательно вашего онлайн-заказа. Мы бы хотели уточнить ваш точный адрес. Сегодня нет надобности принимать решение о введении в стране комендантского часа и запрещать людям выходить из домов после девяти вечера. При этом хотелось бы заметить, что имеющие соответствующие решения лица не должны ими злоупотреблять. Что же грозит за нарушение карантина в Азербайджане, если лица старше 65 лет? Выйдут из дома и тем самым нарушат режим самоизоляции, то в их отношении может быть составлен протокол, и они будут оштрафованы на сумму от 100 до 200 монатов. Что касается тех, кто инфицирован и преднамеренно создаст угрозу заражения других лиц, то им грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч монатов или тюремное заключение сроком до 3 лет. Покажите, пожалуйста, разрешение. Удостоверение личности при себе. Предъявите документы. Да, ваше разрешение в порядке. Удачи вам. Несмотря на все призывы, ежедневно находятся те, кто нарушает карантин. На фальшивых разрешениях уже были пойманы около 40 тысяч жителей. Что же касается водителей, то к административной ответственности были привлечены более 16 тысяч участников дорожного движения. Борьба с COVID-19 не прекращается ни на минуту. Врачи спасают жизни, работая на пределе своих возможностей. И мы обязаны помочь им в этой борьбе, оставаясь дома. Соблюдайте все необходимые правила, предписанные специалистами. И, может, уже завтра у каждого из нас появится возможность с гордостью и с полной ответственностью утверждать, что он был причастен к спасению нашего общего дома, планеты Земля. Будьте дома. Будьте здоровы. В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в следующем месяце. Эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования. Что касается граждан республики, которые в нынешней ситуации вынуждены оставаться за рубежом, то их вернут специальными чартерными рейсами. Пока это относится только к тем, кто находится на территории России. Но в ближайшее время начнется организация возвращения граждан Азербайджана и из других стран. В ближайшее время начнет функционировать портал evagediram.as. Сайт предназначен лишь для граждан Азербайджана, проживающих на территории России. В онлайн-режиме они смогут пройти регистрацию. Система автоматически, в последовательном порядке, распределит зарегистрировавшихся граждан. С момента запуска портала у граждан будет в распоряжении пять дней, чтобы подать заявки. По истечении этого срока, также в течение пяти дней, сайт будет недоступен, поскольку будет вестись сбор и обработка данных, после чего система будет доступна вновь. Пандемия коронавируса. Заражены сотни тысяч человек по всему миру. Масштабы этой проблемы очевидны уже даже тем, кто ранее относился к ней скептически. Подробнее эту тему обсудим с российским вирусологом, доктором биологических наук Альбертом Резвановым. Сейчас он на связи с нами посредством скайпа. Альберт Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с самого актуального вопроса. Вынужденная необходимость сидеть дома в самоизоляции. Вы сами сторонник жесткого карантина или более мягких мер? Ну, конечно, для того, чтобы действительно справиться с эпидемией, нужны жесткие меры. Но проблема в том, что жесткие меры должны вводиться не только государством, но и люди должны придерживаться этих жестких мер. А, к сожалению, сейчас, по крайней мере, в России, люди не так серьезно относятся к этой проблеме. Если в первые дни они еще оставались дома, то сейчас, к сожалению, я вижу на улицах все больше и больше людей. Люди устают, видимо, психологически и не соблюдают самоизоляцию так, как это нужно для эффективного противодействия инфекции. В феврале еще вы называли ситуацию с коронавирусом вполне рядовой, не критической. Остаетесь при этом мнение и сейчас? Ну, на тот момент действительно ситуация. Мы наблюдали за развитием ситуации. Эпидемия и пандемия за последние 10 лет встречались неоднократно. Был и SARS, и MERS, и свиной грипп. И каждый раз государства довольно серьезно реагировали на эти угрозы. Но после того, как проходило определенное время, появлялась статистика, выяснялось, что эти инфекции не так страшны для популяции человека в общем. Конечно, смертность была высокая, но, к счастью, эти инфекции не очень хорошо передавались от человека к человеку. В данной ситуации новый коронавирус, к сожалению, обладает свойствами. Он очень хорошо передается от человека к человеку, лучше, чем вирус гриппа, например. И, кроме того, у него более длительный инкубационный период. То есть проходит больше дней, когда человек еще не проявляет симптомов, но при этом он уже заражен вирусом. И не просто заражен, он уже со второго дня может заражать людей вокруг себя. И вот эта вот комбинация высокой инфекционности, констезионности и длительного инкубационного периода и делает эту инфекцию такой коварной. Ну и, безусловно, осложнение на респираторную систему, которую он вызывает, тоже, к сожалению, это очень серьезный фактор. И, как показала практика, часть людей болеет в очень тяжелой форме. Какие ошибки вы можете назвать в борьбе с COVID-19? Ну, безусловно, что страны не так быстро ввели запретные меры на путешествия, на поездки в неблагоприятный регион. И более того, даже когда эти ограничения стали вводиться, люди пренебрежительно к ним относились. Ну, как же так? Я купил путевку, я поеду во что бы то ни стало. И когда такие люди возвращались, их тоже, в общем-то, низкая социальная сознательность, они не самоизолировались, как их просили, а активно ходили и, соответственно, заражали людей вокруг себя. И более того, даже зная, то есть есть вот информация, некоторые люди даже зная свой диагноз, продолжали общаться с людьми вокруг себя. И вот это вот пренебрежение к здоровью окружающих, то, что люди ставили свои личные интересы выше интересов общества, в общем-то и привело к такой печальной ситуации. Расскажите, пожалуйста, о тестах. Как происходит этот процесс? Как долго ждут результаты? И в течение какого времени есть вероятность повторного заражения? На данный момент есть два основных метода. Это генетический метод, так называемая ПЦР-диагностика, и иммунологический на антитела против вируса. Чувствительность ПЦР-диагностики, генетического тестирования, она выше аст. И, например, позволяет выявлять заболевших даже на бессимптомной стадии. То есть уже на второй день, как я уже сказал, человек может заражать окружающих, и, соответственно, генетические тесты уже практически на второй день также позволяют выявить наличие вируса. Но эти тесты не абсолютны. По разным данным 70-80% чувствительности у этих методов. То есть все равно некоторые люди проскакивают через этот тест, через этот барьер. И поэтому в группах риска, например, тестируют не один раз, а два раза через определенное время, чтобы убедиться, что человек действительно отрицательный на коронавирус. И этот тест достаточно другой тип тестов – это на антитела. Антитела появляются в крови только на 5-7 сутки. И то только у половины людей на 5-7 сутки можно найти антитела в крови. Но почти у 100% людей антитела появляются после 2-х недель болезни. Таким образом, тест на антитела против коронавируса, он не очень хорош для раннего выявления, для ранней диагностики заболеваний. В принципе, он может быть использован, если пациент приходит в больницу с симптомами, в принципе, он может быть использован для мушетизации пациента, но в любом случае нужно этот тест совмещать с генетическим тестом. А вот если человек переболел, то генетические тесты уже бесполезны. Возбудителя в его крови нет, он может быть отрицательным по тестам на COVID-19. Но антитела остаются, то есть иммунитет запоминает вирус, в крови остаются антитела, и можно сказать, человек действительно переболел или не переболел коронавирусом, и есть ли у этого человека антитела, которые могут его потенциально защитить от повторного инфицирования. Своего рода можно получить, скажем так, иммунологический паспорт. Хотя действительно есть сейчас сообщения в средствах массовой информации, что наблюдается у некоторых пациентов повторное заражение, но Всемирная организация здравоохранения пока не делает никаких выводов, требуется дальнейшее наблюдение. Возможно, это единичные случаи, возможно, люди не полностью излечились, или банально ошибки тестирования. В любом случае, таких людей пока еще очень мало. Пока еще рано говорить о том, что это эффективный метод борьбы с COVID-19, так? Высокая доля вероятности, это эффективный метод борьбы. Вот говорить, что это неэффективный, еще рано. То есть сейчас все исходят из того, что это эффективный иммунитет, по крайней мере, в ближайшее время. А вот как долго он будет сохраняться у человека, покажет, опять-таки, только время. Некоторые инфекции, вот человек переболел один раз, вот как ветрянкой, и до конца жизни он защищен от повторной инфекции. А другие инфекции, тот же вирус гриппа, иммунитет нестойкий, и ты все равно можешь каждый год болеть этим заболеванием. Плюс, конечно же, генетическая вариация вирусов гриппа, то есть разные штаммы. Ну, как бы то ни было. А что будет происходить конкретно с COVID-19, пока неизвестно. Нужно подождать время пока что. А какие болезни осложняют протекание коронавируса? И правда ли, что если у человека хороший иммунитет, и его возраст еще далеко от преклонного, то вирус ему не страшен? Любые хронические заболевания осложняют течение. Поэтому, в первую очередь, это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Соответственно, есть сообщения врачей, что пациенты с телесосудистыми заболеваниями особо страдают от этой инфекции. Ну и как любая болезнь, она ослабляет организм. И если есть какое-то сопутствующее заболевание, хроническое заболевание, безусловно, организму будет вдвойне тяжелее справляться с ним. И коронавирус, в общем-то, и приводит к... Зачастую люди умирают не от самого вируса. Даже, я бы сказал, люди не умирают от этого вируса. Люди умирают от осложнений. Например, вот воспаление легких, когда микроорганизмы в наших легких начинают бесконтрольно размножаться из-за воспалительных процессов в легких. И они, на самом деле, убивают человека. А не сам вирус. Но вирус — это тот катализатор нехороших процессов, которые запускаются в организме. По вашим оценкам, когда пандемия начнет сходить на нет, этот вирус можно назвать сезонным? Есть мнение, что, как минимум, до лета он точно будет с нами. То есть даже, более того, пик прогнозируется на лето 2020 года. После чего, возможно, он начнет сходить на нет. Есть разные модели математические. И вот совсем недавно в журнале, одном из ведущих журналов мировых «Сайенс» была опубликована статья, где ученые на основе данных по обычным коронавирусам человека делают предположение, что инфекция, эпидемия будет сохраняться волнообразно вплоть до 2024 года. Никто не знает. История знает такие эпидемии. Та же испанка в начале 20 века, в окончании Первой мировой войны, проходила в три волны. И заняла более полутора лет. Нужно подождать и посмотреть, что происходит. Сейчас пока рано делать прогнозы. Но, скорее всего, он действительно с нами на достаточно продолжительное время. Прогнозы делать рано, но, тем не менее, что вы думаете о создании вакцины? Много лет придется ждать. Сейчас в мире заявлено порядка 80 вакцин на разных этапах. Где-то на стадии планирования, где-то уже на стадии клинических исследований. На стадии клинических исследований уже порядка 10 вакцин находятся. Это только то, что есть в открытой печати. То есть, безусловно, большое количество групп научных, медицинских работают над созданием вакцин. Создать вакцину, на самом деле, очень легко и быстро. Есть технологии, где можно буквально за месяц создать прототип вакцины. Но основной момент – это тестирование вакцины на эффективность и безопасность. Именно здесь огромное количество вакцин отсеиваются. Вот самый печальный пример, возможно, это вакцина против вируса именно 10-го человека ВИЧ. Десятилетия, то есть уже многие десятилетия ученые и врачи пытаются создать вакцину, но до сих пор нет ни одной вакцины против ВИЧ. С другой стороны, огромное количество инфекционных заболеваний успешно были побеждены с помощью вакцин. Есть основания полагать, что все-таки удастся создать эффективную вакцину. И если все будет хорошо, то можно ожидать к концу этого года уже регистрацию какой-нибудь из этих вакцин для клинического применения. И последний вопрос. По-вашему, чему коронавирус научит человечество? Ну, здесь, конечно, несколько вопросов поднимаются. Во-первых, общий человеческий философский вопрос. Частное против коллективного. То есть у нас общество, оно сейчас очень нацелено на цену отдельной человеческой жизни, скажем так. И вот если человек что-то хочет, он ставит это превыше всего. И вот он говорит, нет, я, например, не буду прививаться, нет, я вот поеду в неблагоприятную страну. И здесь возникает вопрос личной свободы и личной ответственности перед государством и обществом. Понятно, что стало очевидно, как человечество, вот как глобализация человечества сделала его как-то подверженным таким вот биологическим катаклизмам. Когда из-за очень большого пассажиропотока, из-за очень большой глобализации любая инфекция получила возможность очень быстро распространяться по всему земному шару. И у государства возникает огромная проблема, огромный вопрос. Что лучше для него? Сохранить жизнь какому-то количеству людей за счет жестких карантинных мер и самоизоляции. Или сохранить экономику и все равно через это сохранить огромное количество жизни. Ведь люди, которые сейчас сидят в самоизоляции, они не получают повседневной медицинской помощи, например. То есть это не экстренные случаи, а при определенных заболеваниях хронических. У них гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, огромное давление на психику, переедание, в конце концов, и злоупотребление, тем же алкоголем. Здесь опять только история нам покажет, что же было лучше – лекарство или сама болезнь. Да, можно вылечить мигрень отрубанием головы, но это очень проблематичный подход. Так же и здесь. У человечества встанет этический и экономический вопрос. Как соблюсти баланс между защитой жизни людей, конкретно текущей ситуации, и сохранением экономики, и, соответственно, долгосрочном влиянии на здоровье населения. Альберт Анатольевич, спасибо вам большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Темы борьбы с коронавирусом мы обсуждали с российским вирусологом, доктором биологических наук Альбертом Резвановым. Напоминаю, что в Азербайджане на предстоящей неделе начнется прием плазмы у пациентов, выздоровевших от COVID-19. Подробнее расскажет Шамистан Мамедов. Коронавирус в Азербайджане намерен лечить плазмой крови уже излечившихся. Кровь переболевших COVID-19 людей содержит антитела, которые помогают справиться с инфекцией, считают специалисты. Лечение плазмой крови является одним из давних методов иммунотерапии. В теле мужчины в среднем 5-6 литров крови, а у женщины примерно 4-5. Эта кровь до 55% состоит из плазмы. В нее же входят различные компоненты. В плазме вылечившихся людей от COVID-19 могут содержаться антитела к коронавирусу. По мнению специалистов, антитела ведут борьбу с вирусом в кровеносных сосудах, а не предотвращает проникновение его частиц, закрывая короноподобные шипы на поверхности. Лечение плазмы в последние недели успешно проводится в ряде стран. Так, плазмотерапия используется в Иране. В результате число летальных исходов от коронавируса там снизилось на 40%. Лечить COVID-19 с помощью этого метода начали и в России. Донорами уже стали 11 человек, а переливание провели с 7 пациентом. В Турции же плазму крови 27-летнего излечившегося перелили тяжело больному 78-летнему пациенту. Это помогло ему выздороветь. Для сдачи крови переболевшей вирусом будут приглашены в Национальный центр гематологии и трансфузиологии. Реализация проекта начнется со следующей недели. Нарушение норм и принципов международного права, нарушение Конституции Азербайджана, нелегитимные, незаконные, никем не признанные. Все это так называемые выборы в оккупированном армянскими вооруженными силами на Горно-Карабахском регионе Азербайджана. На этой неделе армянская сторона провела там второй тур голосования. Подробнее эту тему обсудим с председателем Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым. Сейчас он на связи с нами посредством скайпа. Фарид Майлим, здравствуйте. Здравствуйте. Фарид Майлим, мы все знаем реакцию мирового сообщества на эти так называемые выборы 31 марта. И вот второй тур. И все это шоу в столь серьезной опасной ситуации, когда во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса. Для чего все это сделал официальный Ереван? Да, вы совершенно верно указываете. В то время как многие страны предпринимают различные меры с тем, чтобы не допустить распространение опасного заболевания. В Ханкенди, в целом в Нагорном Карабахе, в оккупированном Нагорном Карабахе проходят выборы. Надо отметить, что в Ереване, в Армении самой должен был состояться референдум по реформам Конституционного суда. Правительство Армении отменило этот референдум, заботясь о здоровье населения. Вместе с тем никаких мер не предпринято было в отношении так называемых выборов. Это еще раз показывает, что население Нагорного Карабаха, и именно армянское население Нагорного Карабаха, оно является инструментом в руках Еревана, в руках тех сил, которые пытаются использовать население в виде националистических идей. Это первый момент. В целом, я хочу отметить, для нас самым главным моментом является то, что выборы были не признаны никем. Это нелегитимные выборы с точки зрения международного права, с точки зрения законодательства Азербайджана. Многие международные организации, сопредседатели Минской группы, Европейский Союз, Движение Присоединения, отдельные страны, при том, как Европейский Союз, как наши соседи по региону, так и дальние страны, как Канада, Австралия, все отказались признать легитимность этих выборов. Я думаю, что в этот раз такие заявления делались и в отношении идущих так называемых выборов. Но в этот раз я считаю, что действительно, скажем, мнение международного сообщества было более ярко выражено. Все эти выборы, сама концепция выборов в Нагорном Карабахе в условиях оккупации, без азербайджанского населения Нагорного Карабаха, оно само противоречит принципам демократии. Это означает, что демократия только для одной этнической группы. Фарид Малим, как вы верно отметили, международные структуры, ряд стран, они выразили свое отношение к этому процессу, не признали эти так называемые выборы. Но достаточно ли этого? Как себя должны были повести сопредседатели Минской группы ОБСЕ, непосредственно посредники урегулирования этой проблемы? Ну, мы говорим о дипломатических шагах, то есть оставляем в сторону какие-то более, к сожалению, нет механизмов, также, например, если мы будем говорить о четырех резолюциях Совета безопасности, нет механизмов их осуществления. На сегодняшний день мы говорим о каких-то дипломатических шагах. Мне кажется, все, в общем-то, данные заявления, они достаточны. Есть, правда, конечно, вот и президент Азербайджана заявлял, что мы не услышали позиции парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну, скажем так, в целом, все равно я считаю, что международное сообщество, вызывает сожаление факт, что ПАСЕ не высказала свою позицию, но в целом международное сообщество высказало ее подавляющим большинством. Заявление Минской группы, да, может быть, могло быть более, скажем, именно, я вот сказал, чтобы осудить вообще идею, что там может быть построена демократия без азербайджанского населения, но в целом я считаю, что это адекватное заявление. Фарид Малим, еще один такой вопрос. Говоря об азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, они направили соответствующее письмо в связи с этими так называемыми выборами в Организацию Объединенных Наций. Там также подчеркнуто, что эти действия армянской стороны в том числе показали неуважение к международному праву. Какой реакции нам следует ждать от ООН? И что именно, на ваш взгляд, мешает контактам армянской и азербайджанской общин? Ну, как вы знаете, в ООН непосредственно не занимается урегулированным конфликтом, а вместе с тем ООН является универсальной организацией, в том числе и в вопросах международной безопасности. Поэтому распространение документов, информирование, это мы информируем не только ООН, как секретариат, мы информируем государство, член ООН посредством вот этих писем, о которых вы упомянули, в том числе от заявления вот азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Поэтому время от времени мы должны это делать и делаем. Мы информируем ООН и государство-члены о ситуации в Нагорном Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана. Поэтому, так скажем, этот информационный канал должен сохраняться. Что касается, почему армяне... Павел Алим, здесь вот именно резолюции ООН ведь не соблюдается, не выполняются Арменией. Получается, что эта организация теряет свой авторитет. Вы знаете, это очень большая проблема, о которой я уже упомянул, что нет механизмов осуществления резолюции. То есть эти механизмы, в принципе, они такие, как говорят на международном языке, адхок. То есть когда нужно, когда большие державы хотят это сделать, как в случае это было, когда Ирак оккупировал Кувейт, тогда, или же там в операции в Афганистане в 2001 году, тогда, конечно, есть вот именно, что единое мнение среди постоянных членов Совета Безопасности. Тогда, конечно, вот мы видим действия со стороны международного сообщества. По крайней мере, индивидуальные страны получают мандат от Совета Безопасности. В нашем случае, к сожалению, этого нет, есть резолюции. Ну, еще есть один момент, что Совет Безопасности передал это дело, значит, урегулирование конфликта Минской группы ОБСЕ. Мы об этом тоже не должны забывать. По крайней мере, формально это так. Что я хочу вернуться к вопросу об азербайджанской общине. Я думаю, что именно этот факт, он очень раздражает Армению. Если мы посмотрим даже, вот, скажем, усиление мощи Азербайджана, конечно, все это раздражающие факторы для Армении, как и наша военная и экономическая мощь и так далее. Но, мне кажется, самым раздражающим фактором является именно вот эта азербайджанская община Нагорного Карабаха, потому что оно разрушает, скажем, весь этот миф, что весь всю эту концепцию, что вот этот Карабах для это земля Армении, и что вот там Армения пытается, армянское население самоопределиться. Вот это все, вся эта концепция разрушается именно просто с существованием азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Спасибо большое, что уделили нам время. Пожалуйста. Я напомню, проведение второго тура так называемых выборов в оккупированном Армении и Нагорно-Карабахском регионе итогом недели комментировал председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Что для меня значит азербайджанский мультикультурализм? Отвечают на этот вопрос украинские студенты. Бакинский Международный Центр мультикультурализма проводит в Украине конкурс видеоработ среди молодежи. Начался он на этой неделе. Подробнее об инициативе и ее реализации итогом недели рассказала куратор конкурса, член Бакинского Международного Центра мультикультурализма Марина Гончарук. Я думаю, что это очень важный конкурс для времени карантина, потому что студенты привыкли участвовать активно в поддержке Азербайджана. И это им даст мотивацию проявить свое творческое, креативное мышление. Украина это та страна, где есть уже много студентов, которые профильно изучают Азербайджан в университетах, в частности в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на кафедре тюркологии есть азербайджанская группа это украинцы, студенты, которые изучают азербайджанский язык, культуру, историю. Это будущие специалисты в сфере украино-азербайджанских отношений. Работы будут приниматься до 8 мая, а 10 мая мы объявим победителей. И студенты, которые покажут самые лучшие работы, они получат подарки. И в завершении выпуска один из главных христианских праздников Пасху отмечают сегодня православные всего мира, в том числе в Азербайджане. Православную христианскую общину страны поздравил президент Ильхам Алиев. Глава государства пожелал здоровья, счастья и благополучия и выразил уверенность, что в это непростое время, когда человечеству угрожает опасная эпидемия, наши соотечественники продемонстрируют высокую ответственность, согласие и организованность в борьбе с глобальным злом. О том же, как отметили Пасху в Баку, расскажет Лейла Курбанова. Православные по всему миру отмечают один из самых главных и светлых праздников Пасху. Однако в Бакинском соборе святых жен мироносиц, как и в других православных храмах по всему миру, служба этой ночью прошла без прихожан. Действительно, Христос воскрес. И для нас это имеет важное значение, потому что Он победил смерть и Он вновь открыл человечеству, всему человечеству, не только христианам, двери Царствия Божия. Конечно, хотел поздравить не только православных, не только вообще христиан, но и всех жителей Азербайджана с этим светлым, радостным праздником, праздником Пасхи, и чтобы Азербайджан процветал. Христос воскресе! А на территории собора тем временем полным ходом идут строительные работы. После завершения карантина здесь откроется новая крестильня и воскресная школа для детей. Лила Курбанова, Фирус Рагимов, Си-Би-Си. Это были самые значимые события недели. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале Си-Би-Си. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok